Вода — источник энергии человека. Всевышний Аллах в Коране сказал «Я сотворил из воды всё живое», — говорит Всевышний Аллах в данном аяте. Многие наши проблемы возникают из-за дефицита именно настоящей качественной воды. Но прежде чем рассказать вам о качественной воде, о том, как я лично пью воду, хочу прежде всего немного рассказать об этике питья воды согласно сунне нашего пророка. В первую очередь это поминание Всевышнего Аллаха, сказать слово «Бисмиллях» или «Бисмилляйр-Рахман-Рахим», прежде чем выпить воду и сказать «Аль-Хамду лиллях», то есть «Хвала Всевышнему Аллаху» после каждого глотка воды. Следующее правило питья воды — это пить воду сидя согласно сунне пророка, салли Аллаху алейхи вассаляма. Ибо посланник Аллаха в достоверных сведениях до нас дошло, что посланник Аллаха запрещал пить воду стоя. Следующее правило сунна пророка, салли Аллаху алейхи вассаляма, пить воду правой рукой. Если мы пьем кружки из сосуда, то есть брать правой рукой. И если мы вынуждены пить воду из ладони, также использоваться лишь правой рукой. Это правило касается не только питья, но и касается еды. Ибо посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, всегда применял, пользовался исключительно правой рукой, когда он употреблял еду или же воду, и левую руку использовал для всего остального. Следующее сунна пророка, салли Аллаху алейхи вассаляма, это пить воду мелкими глотками. В хадисе посланника Аллаха сказано, «Вы всасываете воду, сказал посланник Аллаха, в полость рта». То есть мелкими глоточками. Он в другом хадисе приводится, что посланник Аллаха объясняет, как пить более подробно. Он говорит, пейте по два глотка, по три глотка. Перед каждым глотком также поминая имя Всевышнего Аллаха, и после каждого глотка восхваляя Господа словами «Альхамдулиллах». И пить воду в два-три глотка – это очень важная сунна пророка, салли Аллаху алейхи вассаляма. Следующая сунна пророка – это пить умеренно. То есть не пить воду, заполняя весь свой желудок водой, а пить умеренно воду. Ибо посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, в другом из его хадисов, который передает Ибн Аббас, передает следующее. Он сказал, вы не пейте воду, подобно тому, как его пьет верблюд. Пейте его по два глотка, по три глотка, сказал посланник Аллаху алейхи вассаляма. Следующая сунна, то есть предостережение посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма при питье воды, а также при употреблении пищи во время трапезы, это не допускать выдохов, то есть дутья на воду и на еду. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма, это нам запрещал. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма, запрещал при питье воды пить воду с горла, с горла сосуда, с горла бурдюка, согласно сунне пророка следует пить, или же если нет сосуда отдельного, то хотя бы из глотка, из ладони своей правой руки. Все вышеупомянутое относится к этике питья воды. А теперь, дорогие братья и сестры, хочу рассказать вам о том, как я пью воду, и из чего я пью воду, так как в этом я нашел огромную пользу, и хочу этим знанием поделиться с вами. Послушав одного восточного ученого, в котором он советует пить воду исключительно из глиняной посуды, с тех пор я начал пить воду из глиняной посуды. Но вместе с этим я изучал эту тему, все время искал в интернете научное обоснование, научное подтверждение этому. И я нашел достаточное количество научных статей, результатов научных, лабораторных экспериментов и так далее. Во-первых, мы знаем, глина — это наше естество. То есть мы созданы Всевышним Аллахом из глины. Адама Всевышний Аллах сотворил из глины. Это раз. Во-вторых, для воды глина — это естественная среда. Это тоже говорит о многом, о достаточном, так как вода, которая находится в глиняной среде, естественно, приобретает более или менее свою естественную природную форму. Научные исследования, лабораторные эксперименты подтверждают это все. Они говорят следующее, что вода, в естественной среде вода имеет живую энергию. Но однако, когда эта вода поступает к нам в бутилированной таре или же в пластиковых баках, эта вода не обладает никакой живой энергией. Тем более, если не говорить о тех веществах, о том вреде, который выделяет пластик. Не только если хранить там воду и любые пищевые продукты. Об этом тоже очень много есть и роликов, и есть научных статей, предостережений. Данные исследования говорят о том, что вода, которая хранится в глиняном сосуде, приобретает свою естественную структуру. Она очищается, она обогащается минералами, она ощелачивается. Степень щелочности воды доходит до 7,5 и даже до 9, если около получаса держать воду в глиняном сосуде. Мы, люди, которые страдают сахарным диабетом, люди, которые борются с лишним весом, для них очень важно пить целебную, качественную воду. Около 2 литров воды этот человек должен употреблять в воду. И, естественно, очень важно, чтобы эта вода была полезной, качественной, целебной. И я обнаружил на русском языке очень интересную статью, которая называется «Волшебные преимущества глиняной посуды». Здесь, в этой статье, приведены результаты лабораторных экспериментов университета имени Умара Мухтара в Ливии. Где научно доказывается польза и буквально называют ее терапевтическим чудом. Я очень советую вам прочитать эту статью. Ссылку мы оставим под этим видео. Обязательно ее прочитайте. И постарайтесь найти, приобрести глиняные графины, глиняные горшки. И старайтесь хранить воду в этих горшках. Для этого достаточно любую воду, которую мы приобретаем для себя домой, перелить в этот графин. И через полчаса эта вода бывает готова. Не говоря уже о ее таких вот свойствах. Вода становится очень приятной на вкус. Вода становится прохладной. Я даже летом, когда притрагивался к этому графину с водой летом, этот графин бывает прохладной. То есть вода в ней бывает очень подходящей для нашего организма, для нашего тела, относительно даже его температуры. Поэтому очень советую пить эту воду от полтора литра до двух литров в течение дня, если вы страдаете сахарным диабетом, если вы боретесь с лишним весом. А так, сколько литров, сколько воды пить каждому, каждый должен принимать решение для себя сам, потому что у кого-то физических нагрузок больше, кто-то живет в более жарком климате, кому-то врач может посоветовать пить определенную меру воды. А так, мы пьем воду естественным образом. Каждый раз, когда мы испытываем жажду, когда нам хочется пить воду, мы пьем вот такую вот воду. Да, дарует Всевышний Аллах всем исцеление, крепкого здоровья. Вассаляму алейкум и рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok